Елена Корякина много лет проработала на трикотажке. После закрытия фабрики мастеру своего дела хотелось продолжить на том же поприще. Как по щучьему веленью, рассказывает Елена, в городе появились организаторы швейного дела. Ну нравится нам очень нравится, так легко, свободно. Начальство у нас молодые, очень так прям вот с ними хорошо работать просто. Работа для бывалой швеи в удовольствие, тем более на современном оборудовании. Раньше на трикотажке о таких машинках и мечтать не могли, добавляет мастер Иголочка. В середине мая предприниматели из Рассказова в Уварове открыли магазин, в котором продается все от производителя. Чуть позже возникла идея создать филиал швейной фабрики. Как только уладили дела с помещением, закупили новейшее японское оборудование – 20 швейных машин. Поначалу было боязливо, признается руководитель предприятия. Впрочем, чего не ожидали, местная власть заинтересовалась предложением. Мы нашли помещение здесь, нам помогли. Здесь глава администрации ваша. Мы здесь сделали показ моделей на ваш праздник. День молодежи. Мы показывали свои модели. Они нас очень хорошо здесь встретили, в вашей уваровце. И мы решили здесь открыть цех. Ольгу Тормосину называют инициатором швейного движения. Лиха беда начала. Предложив Рассказовским предпринимателям идею создания цеха, она привела на работу своих подруг и знакомых. В нашей цехе используем очень хорошие условия для работающих. Но пока у нас есть свободные места. Поэтому мы приглашаем желающих на работу, попробуем. Если кто может работать, тот может прийти и сразу начать работать. Если кто хотел бы научиться, мы смогли бы научить детям человека. Мы только желания. Пока женщины выполняют простые операции. Шьют белье, чтобы набить руку. Позже примутся за более сложные изделия. Трудовой день длится, как обычно, с 8 до 5, с двумя выходными. На сегодняшний день работают 8 человек. Для тех, кто придет в швейный цех, будут организованы мастер-классы. Рабочие руки нужны, добавляет руководитель предприятия. При желании можно создать до сотни мест. Только есть оговорка – в коллективе дорога, теплая и дружеская обстановка. Светлана Даровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. НашГород.